Здравствуйте, в эфире телеканал Репортер. Мы находимся во Всемирном клубе Одесситов, где открылась выставка Георгия Делиева «Рыжее настроение». Как появилась такая инициатива, такая идея, при всей такую выставку в преддверии, наверное, фестиваля? Да. Ну, на самом деле, это Наталья Делиева все затеяла. Я только лишь охотно принял участие, потому что я всегда поддерживаю любые веселые праздники, любые акции, которые поднимают настроение людям, увеличивают оптимизм и рождают желание творить, выдумывать, пробовать, изобретать. Поэтому, ну, как я был в Японии, Наташа все это затеяла, то есть она знала, что я поддержу в любом случае, даже не согласовывала много со мной, но я охотно. То есть я приехал, она рассказала, говорю, да-да-да, говорю, я все это сделаю, пойду на любые твои какие-то предложения. И, в общем, так пока что складывается все очень весело, жизнерадостно, людям нравится самое главное. Вот. А времена сейчас не очень легкие, то есть бывало и полегче как-то жилось. Вот. Поэтому, тем более, мы люди, простые люди, нуждаемся в любых радостях. Поднятие настроения. А вот мы знаем, что вы любите путешествовать и привозите с путешествием картины, или уже готовы, или же здесь по воспоминаниям. А можем ли мы ожидать подобной по мотивам ваших японских приключений? У меня там несколько работ было в Японии, я прям там несколько пейзажей написал, но там коллеги, они так захотели получить эти работы, что я им подарил эти работы, я ничего не привез, к сожалению, из Японии. Но, возможно, что будет время, я сяду себе в мастерской и что-то по мотивам Японии, там, по фотографиям, по воспоминаниям сделаю какие-то работы обязательно. А здесь работа, которую мы можем наблюдать, здесь получается, как бы это сборник, правильно, работа? Сборник, да. У меня сейчас три выставки параллельно. Еще в Киеве две, и вот здесь, и... Ну, и потом еще в других городах будет, поэтому они сейчас поразъезжали из картины, и из-за того, что их новой почтой пересылали, очень много рам побилось, стекол побилось, поэтому я не успел их там привести в порядок. То есть, слава богу, сами картины уцелели, но вот обрамление, все это, ну, я приведу в порядок, и там уедут на другие выставки. В этом году у меня не так много, но здесь, на этой выставке, нет новых работ, я вижу. Вот, они уехали в Киев, к сожалению, но... Нет, ну, здесь есть картина с вашей супругой. Да, 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 это вот с Катей, это изменить. Да, у меня таких три было, у меня две отправил в Киев, одна здесь, да. Главное, что жена, жену не отправили, а она с вами. Да, да, она сейчас придет, ребенка, он просто маленький детеныш, тут пока соберешься, пока это сейчас... Николай, да. Спасибо большое. Вы такая улыбчивая, такая приятная, такая классная. Скажите, и настроением, которым объяты картины здесь, оно рыжее настроение, да? Да, да, да. Я так понимаю, есть какая-то связь прямая с наступающим фестивалем «Рыжий город»? Ну, конечно же, эта вся выставка изотеяна в честь нашего фестиваля «Рыжий город». И открываем ее символично во Всемирном клубе одесситов, потому что наш фестиваль посвящен, в первую очередь, Одессе. Одесса – это рыжий город, посвящен Голубенко. И всем людям, у кого рыжая душа, рыжий в душе – это эмоциональный, свободный, позитивный. И начало 29-го сегодня у нас – это открытие выставки Георгия Делива «Рыжие настроение». Все картины его веселые, замечательные и своего рода рыжие. А завтра, 30 августа в 6 часов, ждем всех рыжих и рыжих в душе у Дюка, 18.00. И начнется самое главное наше интерактивное действие. А скажите, пожалуйста, как долго продлится эта выставка? Выставка будет месяц, и каждый может прийти и посмотреть на картину Георгия Делива, приобрести эти картины, кстати. И таким образом повысить себе настроение, настроение Георгия Делива. Спасибо большое. Безусловно, все знают Георгия Делива, но есть человек, который знал еще Георгия Делива, когда никто не знал еще Георгия Делива. Это Александр Голяс. Александр, здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам вот эту информацию, которая скрыта от общественности, про те далекие годы. Ну, мы с Юрой, да, ну Юра, да, тогда он еще был Юрой. Мы познакомились в 79-м году, Юра тогда, Юра тогда был самодеятельностью, он учился на архитектурном факультете инженерно-строительного института и занимался в студии Пантамина во дворце культуры работников торговли. Это как раз вот на углу Екатерининской театрального переулка. Знаменитый подвал, в котором когда-то, в начале 20-х годов, начинался театр Крот, из которого организовал Виктор Типот, который потом был автором либретто «Вольного ветра и многих вещей». Это действительно интереснейший был коллектив оттуда, и по столенке, и так далее, вышли несколько ребят. И вот с тех пор, когда мы знакомы, что у меня больше всего интересного в Деливе, это его неугомонность. Вот я сколько помню, уже, считайте, 37 лет, помню Делива, он всегда что-то хочет, он всегда к чему-то стремился. И сегодня, когда уже народный артист, уже как бы знаменитая личность. Более народным быть нельзя. Знаменитый клоун, один из лучших клоунов мира, он все равно вот что-то все равно придумывает. То он играет в театральных спектаклях, то он снимает фильмы, то он играет в кинофильмах, то он вот выставки устраивает, то есть все, что-то ему надо. И это признак настоящего актера, настоящего мастера, настоящего художника с большой буквы. Причем художника именно вот в широком смысле этого слова, да. И вот что меня действительно очень нравится в Георгии, потому что он не останавливается, он все время что-то ищет новое. А это, кстати, очень редкое качество для артиста его уровня, его уровня популярности. Обычно люди в таких случаях как-то так останавливаются, ну куда еще двигаться вперед? Нет, Юра все стремится, стремится еще и еще. Я ему пожелаю, даже не ему, понимаете, он все равно будет таким. Я пожелаю нам, чтобы все время мы радовались, интересовались, чтобы Юра нас все время вовлекал в какие-то новые свои проекты, потому что это всегда интересно. Ну что ж, Георгий Делиев, человек, который может владеть буквально любым мастерством, ждем от него новых выставок, наверное, обвязанных игрушек. Ну а на этой выставке побывал Александр Весьман, Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер». Продолжение следует...